Ну что ж, друзья, всем привет. Привет огромный зрителям ВОКО ТВ. Сборная Беларуси женская продолжает свой путь в Евроквалификации к чемпионату Европы, который будет в 25-м году. Ну и команды появляются на газоне. Ну что ж, будем желать сегодня нашим девчонкам победы, пока наши футболистки, в общем-то, по победному пути идут. Сборная Беларуси женская сборная сегодня тоже своих болельщиков получает на фоне успехов своей национальной мужской команды. Ну и что касается, то заметил я еще перед матчем на крупных кадрах, здесь Николай Николаевич Шерстнев, председатель Беларусской Федерации Футбола, также этот матч посещает. По статистике из групп не все девчонки, не все сборные, которые займут вторые места, в своих подгруппах выйдут. У нас был неплохой удар от как раз-таки Анастасии Линник, капитана нашей команды. Давайте еще раз посмотрим за повтором этого эпизода. Не самый удачный здесь момент для защиты сборной Грузии. Отскок ровно на ноги. Ходит впереди Милану Суровцеву. Отыгрались наши футболистки. Удар поворотом. И еще один момент. Линник. Здорово сейчас взаимодействовали наши футболистки, но Татья Габуния мяч забирает свои руки. И Шлопакова там на газоне оказалась. Да, обнимашки. Действительно, женский футбол не только. Футбольными, собственно говоря, аспектами славится. Ну и, конечно же, своей красотой и своей милотой, если можно так выразить, что будет все-таки заброс вперед. И пошла передача в штрафную площадь. Здесь Бакрадзе, по-моему, и с мячом встретилась. Ну а дальше что? Угловой у нас? Да, первый угловой для сборной Грузии. Бухрикидзе, по-моему, пошла за мячом. Но пока непонятно, кто будет исполнять этот стандарт. Ну и смотрим, как неплохо отборолась на левом углу штрафной матчевой пресс-конференции Юрия Малеева. Да, Грузии сегодня будет обыграть достаточно сложно. Болельщики плюс задачи по набору очков в этом сборной Грузии отправилась подачу делать с правого фланга. И удалось завершить это все дело ударом. Пока в блок защитницам сборной Беларуси. А у нас нарушение правил как раз-таки уже в атаке. Ну что ж, отбиваются белорусские. И фалит уже в этом эпизоде Теона Бакрадзе. Давайте еще раз посмотрим за этой атакой сборной Грузии. Ну, действительно, достаточно легко удалось. Подхватила на левом фланге. Есть продолжение. Пошла передача направо. Здесь Пилипенко. Пилипенко можно пробивать поворотом. Удар! И снова Татья Габуния на высоте. Но грузинки заработали первый стандарт. Во втором тайме сборная Беларуси первый удар в створ ворот. Неплохое начало. Хорошая атака. Связка минского Динамо-БГУФК сработала в этом эпизоде. Пилипенко мяч обработала, вышла на ударную позицию и пробила. Но сумела и этот удар отразить Татья Габуния. Еще раз повторю. Два технических победы над сборной Литвы. Удар поворотом. Ничего себе. Сдалека решила попытать удачу Теона Бакрадзе. Но он поворотом не попал. Теона Бакрадзе могла убегать в отличную контратаку в первом тайме. Но вот как раз-таки та желтая карточка, которую Арина Ситникова заработала, была на седьмом номере. Освежает атаку Юрий Малеев. А у нас еще один неприятный подход от сборной Грузии. Сейчас прострел во Вратарскую. И лишь Наталья Воскобович выбивает мяч чуть подальше. Но грузинки все опаснее пасть. Но тут очень много потери в ближайшее, в прошедшее. Точнее, пару-тройку минут. Удар поворотом. Перекладина. Вот и, пожалуйста, сборная Грузии сейчас могла вполне себе отличиться. Пробивает девятый номер. Как раз-таки это футболистка, которая вышла с замены Майко Беби. Сейчас могла вполне себе сборную Грузии вывести вперед. Вот еще раз смотрим этот эпизод. Отметить Татья Габуни парочкой хороших сейвов в этом матче уже отметиться сумело. Передача в штрафную площадь. Но здесь снова Татья Габуни. Удар в створ ворот от сборной Беларуси. Неплохая атака получилась. Но это как раз-таки, по-моему, высшая на замену. А Валюк сейчас... Да, Валюк сумела пробить поворотом. Но, к сожалению, не готовится сборная Грузии доставлять снова мяч в штрафную. Это всегда опасно. Пошла передача. И Бакрадзе сумела пробить поворотом. И в этой ситуации, и в этом эпизоде. Но, опять же, не точно. Ну и замена. Замена в составе сборной Грузии. Ну, а мы пока посмотрим за повтором эпизода, где Тону Бакрадзе... Тальковик дальше налево. Здесь Богдан пыталась отыграться с Тальковик. Но прочитала этот эпизод от обороны сборной Грузии. Удар поворотом 1-0. 1-0. Великолепный дуальный удар от сборной Беларуси приносит. Наконец-таки нам первый мяч в матче. Но вот то, о чем я говорил. Не получается с игры. Нужно пробовать сбить поворотом. И как раз-таки сейчас нужно повтор рассматривать. Кто же автор этого красивейшего гола в составе сборной Беларуси. Ну, просто браво. Естественно, празднование от белорусок. Еще раз повтор эпизода. Вот здесь Карина Ольховик находит Валерию Богдан. Дальше, казалось бы, это так и захлебный удар. Карина Ольховик доказал, что сегодня могут залетать. Такие дальние удары опасны. Мяч потроган. Сборная Грузии, по всей видимости, проведет в концовку этого тайма в атаке. Но перехват случается от сборной Беларуси. И тащит мяч вперед Анна Пилипенко. Пилипенко сама пошла в обыгрыш. Нужно передачку отдавать. Есть передача. Ну, а дальше Валюк. Валюк. Удар по воротам. 2-0. 2-0. Виктория Валюк забивает второй гол в нашем матче. И, по всей видимости, закрывает этот поединок победой сборной Беларуси. Ну, что ж, прекрасная концовка второго тайма. Наши девчонки 2-0 обыгрывают сборной Грузии. Две минуты уже дополнительного времени мы посмотрели. Ну, и смотрите на эту атаку. Она начиналась просто спринтерским забегом в концовке матча. Напоминаю, 90 минут Анна Пилипенко отбегала. Здесь спринт устраивает. Еще и обходит двух футболисток сборной Грузии. Видит, куда передачу отдавать. Но не первым темпом удается Валюк. Здесь пауза грамотнейшая. Но просто красивый гол. И это контратака. Еще обязательно услышимся на футболе. Болейте за футбол, за женский футбол. Он не только красив эпизодами. Ну, и, конечно же, прекрасными девчонками, которые в этом матче играли. Всем пока.